Мы с вами вырываемся из контекста обычной нашей жизни, суетной, тревожной какой-то, наполненной массой мелочей, без которых вроде жить невозможно. И одновременно ты чувствуешь, что ты как будто напрасно время тратишь, тратя свою жизнь на эти мелочи. Ты вырываешь из этого контекста суеты, беготни и в первую неделю покружаешься в пост. Естественно, отключаешь какие-то привычные свои коммуникации, которые высасываются в себе огромное количество времени. Кто-то телевизор не смотрит, кто-то меньше в соцсети залезает, кто-то меньше по гостям ходит. Каждый знает свои слабости и пытается с ними справиться в пост. И появляется много времени свободного великим постом. И практически у тебя вся жизнь делится на сон, молитва и чтение. Кто-то правильно в первую неделю ходит, много молимся. Кто на все службы ходит, читайте 5-6 часов молитвы, не считая домашней молитвы. Остальное время читаешь. Я сейчас много читал книг. Я очень люблю постом перечитывать священные писания, Ветхий Завет особенно. И одновременно исторические книги я читаю. Вы знаете, я задумался о том, что такое количество людей жили на Земле все эти столетия и тысячелетия. Неимоверное количество людей жили на Земле. Миллиарды людей. Сивилизация существовала, целые страны. Мы сами названия эти даже не знаем, только там специалисты и стольких знают. Смотрите, были государства по размеру своей, ну, пускай там поменьше России, но все равно огромным, большим населением с культурой, которые строили какие-то дома, города, торговали, воевали. У них была там своя философия, литература, свои памятники были. Огромное количество таких стран было в истории, которые на нет сошли, их даже нет. И были жители этих стран, граждане этих стран, они тоже все ушли в небытие. Огромный такой чувственный круговорот в истории происходит. Когда, наверное, читаешь Ветхий Завет, какие-то совершенно маленькие, вшевенькие племена незаметные, которые исторически не играли никакой роли совершенно. Ну, кто такие были, кто такой Авраам со своими там 400-500 человек, пастухов. Ну, что это смешно. Читаешь про них и, ну, можешь даже удивиться, почему там святыми считают. Их столько слабостей. Почему настолько они эти слабости на поверхности у Авраама, у Моисея. Посмотрите, они, значит, то упиваются, то они, то у них там жены, значит, целая куча, они там, то наложницы у них какие-то, то там еще одну жену себе возьмет, то там испугаются, что у них жена красивая, выдают их за сестру, чтобы его не убили, и ее там забирает какой-то царь, значит, с ней пытается сожительствовать. Моисей, который постоянно, значит, ищет повода Бога не слушать Господи. Представляете, с Богом разговаривает, и Бог их находит повода не слушать. Смотришь на все это, и удивляешься какому-то вообще совершенно колоссальному промыслу Божьего всех нас. Ведь мы с вами в храм сейчас пришедшие, мы с вами живем, может быть, где-то даже, где-то вот, может быть, с большей верой, чем сам пророк Моисей, потому что мы с Богом напрямую не разговариваем, и тем не менее пытаемся его в своей жизни как-то слушать. Огромное количество людей, которые здесь прожили на земле, мы среди них даже не соль в большой какой-то нам кастрюлю с едой, но даже еще мельче на фоне всего человечества. Нас так мало, нас так вообще просто мизерно мало христиан, стоящих сегодня в храме, вообще по всей земле, если смотреть. И когда вот об этом задумываешься, об этом круговороте истории, и о нашей невероятной малости христианской, по численности, и одновременно о нашем колоссальном присутствии в мире, то понимаешь, что это происходит только через Бога. Ведь мы все с вами, пришедшие сюда в храм, мы же не просто люди. Это нужно понять, мы же с вами не просто люди, там не просто граждане какой-то страны, там члены каких-то партий, каких-то убеждений. Мы с вами избранники Божьи, мы народ Божий, понимаете? Мы с вами не подданем какого-то царя, там великого и сильного, или какого-то могущества там правителя, а мы с вами избранники Божьи из всей земли. Из этого огромного количества людей, миллиардов людей, мы с вами единицы, мы избранники. Хотя вот Господь нас какими-то путями непонятными для каждого из нас, я не знаю почему, как я в храм пришел. Вернее, я знаю, как я пришел, я не понимаю, почему именно я пришел. Вы наверняка тоже не знаете, почему именно вы в храм пришли. Это совершенно для нас закрытые какие-то Божьи замыслы о нас, о нас людях. Представляете, среди этого всего огромного количества мы с вами единицы, избранные люди, которые здесь в храме сидят, стоят, молятся, причащаются телу и крови Христа. Ты когда об этом задумаешься, когда видишь вот это течение истории, тысяч лет, миллиарды этих людей и себя видишь в храме, ты удивляешься вообще, а что происходит? А что-то на тебя такое наваливается, что тебе Господь дает какое-то понимание, которое выше, чем у всех остальных людей. Знаете, вот в мире вокруг нас очень много хороших людей, очень много хороших людей. Есть люди, благородней, чем мы с вами, честнее, умнее есть люди. Есть люди, которые в семейной жизни живут более благочестиво, чем многие христиане. Людей очень хороших, здесь вне храма, очень хороших людей много, я в своей жизни сам встречал. И что это значит, что они все погибнут? Я знаю людей, которые в храм не ходят каждое воскресенье, но они действительно способны на какие-то глубокие христианские посутуки, они полны благородства. Ты не можешь с этим согласиться, что они верят в Христа, крещу, и что они погибнут? Конечно, нет. Но, а когда-то, в чем-то соотношение, вот тебя, который в храм ходит каждое воскресенье, и этот человек, который в храм заходит там 3-4 раза в год, а почему он тоже спасется, я спасусь? Хотя труд, она сказалась бы, вроде неравный. И ты здесь начинаешь вспоминать о собственном личном спасении. Мы же очень часто об этом говорили во время, сейчас сначала поставим молитву. Господи, спаси меня. Господи, помоги мне. Мы постоянно борьем о нашем личном спасении, потому что оно действительно нам нужно. Мы сами забыли вообще о том, что есть ад. Мы сами забыли о том, что есть злые бесовские силы. Они нивелируются в нашем представлении, в некую такую совершенно абстрактную, какую-то удаленную от нас какую-то злую силу, непонятного содержания. А это конкретные личности, которые борются с нами, охотятся на нас, которые ставят нам под ножки каждый момент нашей жизни, которые ждут наших душ. И вдруг Господь изымает нас из власти этих существ и ставит какое-то вообще совершенно особое место в человеческой истории. Нас с вами, простых людей. Какого-нибудь налогового инспектора, учителя, какого-нибудь чиновника, нефтяника, водителя. Совершенно на особое место у нас с вами, христиан. И ты начинаешь понимать, что Господь через нас спасает других людей. Ведь вот эти вот люди, которые хорошие люди, но в храм не ходят, они порой в храм не ходят не потому, что они Бога не любят, а потому что у них нет вот этого дара, слышать Бога, того дара, который есть у нас с вами. Вот как есть вот люди, которые музыку слушают, а есть люди, которые вот ты его хоть убей, хоть расстреляй, у него нет этого чувства в музыке. Есть люди, которые вообще садятся и музыку сочиняют. Такие гениальные люди. Сочиняют музыку великолепную из ничего, понимаете, из пустоты, из молчания полного, из тишины, раз музыка великолепная получается. И вот мы с вами, сродни таким вот музыкантам, сродни таким композиторам, мы с вами тоже слышим музыку Божьей песни. Мы с вами Бога слышим особо. Мы с вами вот настроены на эту волну, чтобы Бога чувствовать сердце. Мы не все понимаем. Мы не до конца улавливаем, может быть, все интонации и нотки, которые звучат в этом общении Бога лично со мной. Не все понимаем. Но тем не менее, мы с вами целиком и полностью настолько настроены на этот коментон Божьего звучания, что мы с вами не можем не идти в воскресенье в храм. Мы не можем мимо храма проходить. Хотя у нас есть свои дела, и хочется поспать, и хочется отдохнуть, и с детьми на лыжах сходить куда-то, и так далее, но я не могу мимо Бога пройти. Мне мало того, что я признаю, что Бог есть, я пришел поклестился и 3-4 раза в год зайду. Мне этого мало, потому что мне Бог нужен сильнее. Мне больше нужно этой музыки Божьей. Я как христианин, поэтому живу в храме здесь. Я все время отдаю Богу. Но вот эти люди, они же не виноваты, что он так Бога не слышит. Точно так же, как мы с вами не виноваты, что мы с вами не можем петь так, как Настя, допустим. Мы с вами не виноваты. Нам Господь не дал этого дара. Ей дал. И точно так же и в вере. Нам Господь дал этого дара больше, чем им. Почему? Да потому что он нас всех призвал к тому, чтобы эта музыка в мире звучала через нас. Понимаете? Через нас. Мы все с вами, вот такие проводники, камертоны вот этого Божьего звука, которые мы с вами должны в мир все передавать. Каждый из нас является проводником этого звука. Но происходит страшная штука, почему-то через нас люди Бога не слышат. Это страшно и неправильно совершенно. Через нас люди Бога должны слышать, они его не слышат. Потому что мы с вами сами не пытаемся звучать в унесенном с Богом. Мы с вами постоянно как-то придаем собственную веру, свои ощущения, свои какие-то переживания, которые когда-то в своей жизни переживали. Каждый из нас благодать Божия переживал. Но мы забываем об этом. Мы как-то и придаем вот эти все эти воспоминания, эти ощущения, вот эти вот переживания, которые в памяти сохраняются. И мы с вами не несем вот этот дар, великий дар веры другим людям. Пусть этот человек редко в храм ходит, но он пускай через меня верит, что Бог есть. Он через меня пускай верит, что есть спасение, и старается жить нравственно, старается жить по-христиански. Даже не ходя в храм, этот человек может не воровать, не блудить, не делать аборты, быть честным, порядочным человеком, Богу молиться, пускай утром встать, сказать Господи, помилуй, а не читать всего правила, как мы с вами стараемся читать. Но этот человек уже Божий человек. И он Божий только благодаря тому, что он от нас этот звук, вот этой Божьей музыки услышал. От нас, от людей, ходящих в храм. А почему мы с вами? Мы с вами вообще здесь, посмотрите, нас как много. Мы с вами целый симфонический оркестр. Должны звучать так, как симфонический оркестр в этом мире. А мы с вами не звучим. Мы с вами как порванная балалайка, как треснутый колухон звучим. Почему? Потому что вот нас любви не хватает. Мы не пытаемся жить по-христиански. Мы превращаем в христианство, вот видите, какую-то преимущественную тропку, по которой я хожу каждый день на работу. Мы с вами не переставим замечать эту красоту. Вот как люди предстоят замечать красоту Божьего мира, так мы с вами красоту нашей веры переставим видеть. Постоянно ходим в храм, все привычно, все надоедает, где-то там поводы на дни сходить там. Ну, надо, конечно, сходить, потому что я верю уже. Вера, это же верность во мне. Но вот этой песни во мне уже нет. Какая-то потухшаяся во мне. Мы с вами должны так звучать, мои хорошие. Потому что на каждом из нас велика ответственность. Каждого из нас Бог сюда поставил, чтобы мы кого-то сюда привели. Вот каждого из нас Господь сюда поставил, чтобы мы кого-то привели. Кто-то двух человек должен привезти, кто-то пять, кто-то десять. Если мы с вами этого не сделаем, Господь с нас будет спрашивать как с людей, которые зарыли свой талант. Помните притчу о талантах? У нас у всех есть талант веры. У всех здесь стоящих. Есть талант веры. И мы не должны его зарывать в землю ни в коем случае. Мы должны этот талант обязательно приумножить. На один наш данный талант мы с вами должны 10 талантов Бога принести. Иначе мы с вами по-разному в землю зарываем, получается, таланты. Господь с нас будет спрашивать. При этом пускай вот эта музыка Божьей любви звучит в сердце каждого из нас. И дай Бог, чтобы у нас было сил донести этот звук наших ближних, любимых и, может, не сильно ближних людей, с которыми мы с вами соприкасаемся. Потому что мы с вами христиане. Мы в мир Христа несем. Спаси от всех Христос. Всех с праздником, с причастием всех. Субтитры создавал DimaTorzok